Если не первый в мире случай описания специфического поражения слизистой, но не совсем обычного, скажем так. Это был момент загадки. Итак, молодая женщина, 21-го года, она госпитализирована в наш институт с диагнозом издательного туберкулеза легких и, к сожалению, лекарством устойчивости. Пациентке выполняется видеоброскопия в динамике, а описывается эндоскопический картин, туберкулез в большей справке. При этом морфологически и культурально подтверждет туберкулез. То есть у нас есть и гистологическое заключение, и посев положительный в этой зоне. Все характерно. К сожалению, на фоне системной химиотерапии у пациентка лекарство устойчивого доброскопия получает 5 препаратов, индивидуальный режим. Существенной динамики нет. Как-то не очень хорошо реагирует это все на химиотерапию. И мы решаем выполненный пациент в лечебно-диагностическую бромскопию с подколкой эмикоцитов. Еще раз повторюсь, это что называется out-of-label. Но благодаря наличию у нас лекарственного комитета и возможности регистрировать многие дополнительные методики, мы это имеем право делать. Давайте посмотрим еще раз на конкретный томограмм. Посмотрите, да, в шестерке слева у пациентки инфильтрат. При этом самое интересное, что помимо инфильтративного доброскопия, вот такая штука. То есть у него по факту доброскопия формируется, и пациентка болеет совершенно явно больше, чем те 2 месяца, с которыми она находится в стационаре. Заразилась она от у супруга по контакту. И эндоскопические, да, это бромскопия высокой четкости, 5-й, 10-й, 15-й аппарат, 10-й серии. В шестом сегменте, да, дорожка 2, изменения по стенке и инфильтрация отек в шестерке. В этой зоне эндобронхиальная биопсия показала наличие глюлён с козеродным некрозом, посев положительный, гистологический окрас тоже, с целью месяца тоже все положительно, и мы, соответственно, решаем все-таки пациенту выполнить комплексно-брахологическое исследование. Интубировали мы ее ригидным тумусом, ну, любили мы ригидную бромскопию себе, плюс, опять же, мы запланировали использовать новый рецентр. С помощью инъекционной глы инжектора мы планировали ввести 1-грамм лекарсона. Анестезию, анестатальную внутривенную анестезию, ну, о клинике лабораторных исследований никаких не предполагалось, для нас уже понятен. И давайте сейчас попробуем запустить видео. Ну что ж, дорогие друзья, мы вам представляем, не знаю, в какой очередности будет этот случай представлен вам, но, наверное, один из самых интересных с точки зрения эндоскопической диагностики, клинических примеров. Пациентку вам уже представили, молодая женщина, находится в центральной линии туберкулеза с диагнозом туберкулеза легких. К сожалению, нужна лекарственная устойчивость, и у пациентки выявлен туберкулез бронха. При этом системная химиотерапия работает не очень хорошо. Давайте посмотрим. Спрей. Давайте посмотрим, что же мы увидим. Не протирайте, просто спрей. Не протирайте. Что же мы увидим у нашей пациентки с точки зрения эндоскопической? Не буду скрывать, мы уже провели осмотр бронхиального дерева. Трубка шторц 8,5 установлена в нижней трети, в зоне бифуркации уже. Обратите внимание, что достаточно большое количество было слизистых гнойного отделяемого у пациентки. Но посмотрите, вот зона бифуркации, и уже в белом свете мы видим множество мелких высыпаний. Переключаемся в режим MBI, и посмотрите. Мы видим с вами бугорчатку. Как переводится туберкулем с латыни, да? Бугорок. Вот это бугорчатка поражения слизистой трехиобронхиального дерева. Прогрессирование процесса, и он идет снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. То есть как будто просыпали просо. Тут мы сделали небольшую санацию. И посмотрите, слизистая здесь тоже отечно мацерирована в области устья 6-го сегментарного бронха справа. Переключен сейчас белый свет, и посмотрите, что мы видим. Отечность, инфильтрация, гиперемия. Переключаемся в MBI, и мы лучше видим эту демаркационную зону. При этом какого-то явного макрового стеноза здесь нет, мы уже санацию провели. Чуть-чуть не дает физиологического раствора, ставим в виду. Мы работаем терапевтическим бронхоскопом компании Олимпос. Бронхоскоп нового поколения. Т-Аш-11-2-0-1. Посмотрите, широченный канал. Канал 3 мм Аш. Да, и мы за счет вот этого широкого канала уже смогли осуществить и высококачественную санацию бронхиального дерева, и что немаловажно, мы в любой момент можем вернуться в зону интереса и выполнить комплекс BMC. У нас уже доказан туберкульоз слизистый. Еще раз, посмотрите, коллеги, насколько явно выражена вот эта бугорчатость. Давайте сделаем еще спрей. Спрей не трогаем. Нет, просто спрей. У нас все-таки в операционной еще зима. За окном зима. Пациентка у нас молодая девушка. Тепаратура внутри прилична. Посмотрите, да, в режиме NGMA мы очень хорошо видим малейшие изменения. И действительно, вот эта бугорчатка, бугорчатость, просыпанные множественные мелкие туберкулы, они идут и исходят вот из этого куста. К сожалению, отрицательная динамика по сравнению с предыдущими исследованиями. Мы сейчас переключимся в еще один очень интересный режим, режим RDI. Давайте посмотрим. Он позволяет увидеть картину явного, позволяет отличить источники активного кровотечения от уже совершившегося. Очень удобно смотреть. Смотрите, да? Мы всегда очень четко можем эту зону просмотреть. Что же делать в таких случаях? На самом деле, единого стандарта нет ни в нашей стране, ни за рубежом. За рубежом вообще эндоскопический туберкулез бронхолечит. Активный туберкулез бронхолечит крайне редко. Посмотрите, вот оно пусть и прям видно, как будто слизистая, нафарширована этими мелкими туберкулами. Что мы будем делать? С учетом профиля резистентности, мы, пациентки, вводим место, локально, антибиотик, амикоцин, 1 грамм, разъявленный на амикводы по 250 миллиграмм, то есть по половине миллилитра. Итак, используем инъекционную иглу, препарат у нас заряжен, и очень хорошо, что у нас есть возможность использовать терапевтический профоскоп, который позволяет легко, я бы даже сказал, непринужденно вводить препарат в самые зачастую неудобные зоны. Иголка выведена? Ну, так надо вывести, тогда она и вывезет, потому что здесь у вас сопротивление очень большое будет. Итак, мы заряжаем иглу, игла инъекционная, она не биопсийная, вылет у нее всего лишь 6 миллиметров, но этого будет достаточно для того, чтобы осуществить введение препарата. И обратите внимание, мы не просто так вводим препарат в разных режимах, давайте мы сейчас осуществим введение под контролем режима NBI. Мы готовы? Сейчас, секунду. Все по команде. И высыпем. Отлично. И вводим первую алипотту полкубика. Есть. Убираем иглу. Отходим. И вот, посмотрите, что мы видим. После введения инъекции препарата в режиме NBI создается впечатление, что у пациентки выраженное кровотечение. Возвращаемся в белый свет. Да, здесь подкровило. И вот теперь я попрошу ввести режим RDI. Который позволит нам очень четко визуализировать свежую кровь от ее примеси, неактивной по стенкам. Да, мы видим умеренную. Но опять же, на глазах просто останавливается это кровотечение. Используется. Чуть-чуть уберу внутрь иголку, пока ее не выводим. Аспирируем. То есть мы знаем, что нам нужно аспирировать. При этом, посмотрите, мы можем осуществлять аспирацию, даже несмотря на то, что у нас есть игла внутри рабочего канала, за счет его огромного диаметра, 3 мм. Возвращаемся сейчас мы в режим NBI. И посмотрите, у нас кажется, тут же мгновенно проявляются все эти сгустки крови. Как только мы возвращаемся в белый свет, это становится менее явно. И еще раз включим режим RDI. И посмотрите, мы четко можем видеть только какие-то серьезные вещи в отношении крови, но не мешают помадки крови нас здесь. Итак, мы готовы вернуться в обычный белый свет. Вернулись мы в обычный белый свет. И сейчас введем повторно по передней стенке уже очередной аликвод антибиотика. Гла готова. Я использую функцию ротации для того, чтобы подоткнуть булку. Огонь. Отлично. Вводим полкубика антибиотика еще раз. Игла ушла. Отходим. И вот здесь мы видим небольшую экстравазацию. Переходим в режим NBI. И посмотрите. Да, мы видим очень аккуратненькую, очень тоненькую, маленькую точечку, без каких-то бессильных проблем. Переключаемся в режим RDI. И посмотрите, нам не мешают больше примесь крови по мембранозной стенке, ниже расположенной. Мы можем следить только вот за этой зоной. Все хорошо, все безопасно. Вернулись в белый свет. White light. Вот так вот. И давайте прополимся уже в зоне шпоры верхнедуревого, а потом в густе правого главного. Так, по команде, по команде. Я использую механизм ротации, чтобы поудобнее вводить препарат. Вышли. Отлично. И еще полкубика. По 500 микролитров антибиотика мы вводим 250 мегам. Вышли. Отлично. Смотрим, что мы здесь видим. Да, здесь небольшая, да, вот такая вот зона. Вот в белом свете. Вот в режиме RDI. И переключаемся в режим RDI. И посмотрите, у нас исчезают все помарки крови. Остается только то, что явно является проблемой. И мы можем контролировать зону активного кровотечения. Но здесь ничего такого. Кстати, вернемся к кусту шестерки, где изначально мы делали RDI. Все хорошо. Возвращаемся через режим NBI в режим белого света. И давайте подколемся вот здесь. Даже, наверное, сделаем вот так. Видно, да, прям, как только мы приближаемся к листу, мы сразу видим, что много-много-много бугорков. Давайте введем еще одну алипуту вот здесь. Поставим. Хорошо. Ждем команды. Ждем команды. И... Стоп. Секунду. Вот так вот. И... Вышли. Отлично. Вводим препараты. Посмотрите, как у нас красиво, да? В левом главном бронхе собралась мокрота в виде стекла. Не так? Пошло? Хорошо. Угу. Убираем. Угу. Хорошо. И посмотрите, что мы видим. Да, немножко подкровило. В красном свете мы не можем точно это сказать. И давайте в RDI режим перейдем. А в режиме RDI мы видим, что по факту явного серьезного кровотечения у нас нет. Все хорошо. Иголка вышла. Иголку на сброс. Теперь мы можем осуществить санацию. И на этом, в принципе, закончить наше введение. Через определенное время мы повторим, проконтролируем зону наших интервенций. И оценим динамику тигурбонезобрового этой пациентки. Итак, мы выполнили введение препарата. Все хорошо, все замечательно. Наверное, еще раз убедил, что новый режим прекрасно работает. Но к вопросу о пользе и важности своевременного чтения истории болезни. Я не хочу сказать, что мы, конечно, не считали ее, но когда мы увидели вот такую картинку, у нас у части сотрудников родился провокационный вопрос. А реально ли это туберкулез бронха? Может быть, это сифилис бронха? Началась детективная история. Мы отправили пациентку срочно выяснять, что у нас происходит, какова активность, могла, не могла, вообще кто-то там цепанует, не цепанует. Прокрутили ее со всех возможных сторон. Наши коллеги дерматолинирологи дали однозначное заключение, что никакого повторичного третичного процесса быть не может. Как и туберкулез подцепил, она бы тоже все делала хуже. Поэтому, соответственно, мы все-таки решили подождать, а что же будет? Все-таки амикоцина вряд ли мы вылечим сифилис, он лечится несколько по-другому. И тайна раскрылась через 17 дней, чуть больше двух недель. Вот что-то было. Очень красивая картинка, высокая четкость, вот сустав. Как коровый язык он физм. То есть, опять же, мы исходим из того, что все-таки мы вводили амикоцин, к которому сохранена чувствительность, и туберкулез бронх все-таки был вылечен. Посмотрите, что было, да, в шестерке справа, и что осталось. Вот это зона фиброза после выполнения нескольких биопис, то есть, сформирующихся ракционной зоны деформации. Итак, коллеги, собственно, спасибо за внимание.